Проблемы замещения импортной медицинской техники и фармацевтической продукции обсуждают сегодня на конференции в Туле. Выпуск товаров на этом рынке готова наладить российская оборонка, поэтому и форум проходит в городе русских оружейников. Предприятием ОПК по силам заняться сложными видами протезов, имплантов, а также таким высокотехнологичным оборудованием, как томографы. Свои последние разработки военные продемонстрировали на выставке. Репортаж Петра Дерягина. Перековать мечи на томографы под таким девизом в Туле проходит конференция, участники которой доказывают медицинское оборудование, хоть для хирургии, хоть для стоматологии, можно выпускать на оборонных предприятиях. Что может быть общего у системы залпового огня ГРАД и этого медицинского комплекса? У них один и тот же производитель. Тульское предприятие «Сплав» совместно с МГУ разработало «Ангела». Его главная задача – спасать человеческие жизни в самых сложных условиях. Этот ангел похож на робота. Диагностический центр снимает все показания организма и тут же предоставляет курс лечения. Врачу остается подтвердить программу и лекарства будут вводиться автоматически. Телемедицинские технологии, которые позволят нам перейти к цифровой медицине. И что самое важное – обеспечить труднодоступные удаленные районы нашей страны, квалифицированные медицинской помощью через дистанционные технологии. Такие мобильные комплексы сейчас проходят испытания и будут незаменимы в местах техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций. Это возможность передачи, я подчеркиваю, не телемедицинских, а телеметрических данных, то есть цифровых данных, параметров человека, передачи этой информации отдаленному консультанту. Это дает возможность любому человеку в любой точке страны, самой отдаленной, получить в онлайн-режиме самую высокую лифицированную консультацию. А такой лазерный скальпель уже используется в сотнях клиник по всей стране. Его разработало конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова. Знаменитый производитель танков, артиллерий и ракетных комплексов. Но их скальпель, пожалуй, самое точное оружие. Вместо лазерного скальпеля обычного используется здесь луч лазера, который режет ткань, выпаривает и коагулирует кровотечение. То есть при этом операции получаются высокоточные, практически бескровные, с меньшим сроком заживления раны, чем при обычном воздействии. Многие местные предприятия оборонки имеют опыт гражданских разработок. Именно они могут поделиться этим опытом с представителями десятков других компаний. Наши оборонно-промышленные комплексы, такие как КВП имени Шипунова, Туламашзавод, Сплав, уже начали производство современной медицинской техники. Туламашзавод производит различную линейку гражданской продукции. В том числе сейчас осваивает томограф, в том числе дизельные насосные агрегаты, которые используются в аэромобильных госпиталях по линии Министерства обороны и Министерства чрезвычайных ситуаций. Мобильные рентгенаппараты и передвижная реанимация. Все эти разработки не имеют аналогов в мире и легко могут быть переквалифицированы в гражданские комплексы. Сегодня российская медицина почти на 80% зависит от импорта оборудования и инструментов. Это планируют изменить в ближайшие несколько лет. Петр Дерягин, Алексей Белов, Дмитрий Матюшин, Первый канал Тула.